всем привет давно не показывал никаких ремонтов поэтому решил снять видео как я ремонтирую пилу это электрическая пила юси 3541 а компании makita так вот как бы диагностику я уже сделал и запчасти уже получил тогда не было времени что-то снимать давайте в двух словах покажу меняю буду менять полностью корпус потому что вот видите что произошло а корпус продается как бы две половинки правую половинку нам менять по-любому левая принципе целая но так как он приходит полностью сборе то будем менять полностью сборе хотя можно было вот так просто одну сторону снять про эту оставить но мы не будем этого делать вытащим отсюда все так как новая чистенькая а эту нужно мыть но здесь чтобы понятно было вот внутри подшипник посадочное место подшипника расплавилась и из-за этого ротор начинает болтаться точнее не ротор здесь шестерня шестерня началась болтаться я не покажу и из-за этого из-за смещения начался износ износ малой шестерни небольшая хоть на ней не так сильно видно но вот здесь он есть износ мы поменяем тоже ладно давайте извлекать что здесь у нас есть нужно киянка такими движениями мы спокойно можем извлечь наш статор пробуем вот он начал легко подниматься смотрим чтобы никакие провода мы не зацепили открутим фиксатор кабеля извлечем выключатель все это принципе можно мусор выкинуть если кому нужна левая часть целая обращайтесь сильно чистить смысла тут особо нету она будет все точно такой же когда пила начнет работать берем новый корпус обратил внимание что новый корпус не совсем хорошо складывается как будто он полежал его выгнуло видите задняя часть но я думаю винтами винтами он скрутится и будет все нормально не так не сильно страшно вставляем статор прикрутим сразу кабель прикрутим сразу кабель так не совсем правильно вставил так не совсем правильно вставил вот этот провод пойдет вот здесь смотрим чтобы вот этот белый провод выходил отсюда черный вот отсюда ровно теперь здесь вылавливаем кабеля которые идут на щетки чтобы здесь нигде не пережала не передавила пинцетиком сюда и черный вот сюда есть вставляем до конца можно как только услышали глухой стук можно уже прекращать постукивать под каждый провод есть здесь специальная ниша так есть пока закрутим статор теперь нужно установить защиту статора защита статора у нас в плачевном таком состоянии сейчас мы почистим все почистили можно устанавливать можно устанавливать так вот я неправильно провод заложил провод этот должен здесь идти вот так все далее нам нужен ротор на роторе нужно открутить гайку гайка на 13 сейчас попробуем открутить ее с помощью гайковерта точнее винтоверт на 13 головка на 13 головка пришла оригинальная от макиты ставим также вот этими отверстиями сверху хотя разницы по моему нет никакой и задний подшипник и сейчас специальным камнем почистим ламели вот есть такая штука специальная делается это просто вот ламели как новые ламели без всякого там токарного станка подшипник установили устанавливаем шестерню и закручиваем теперь берем вот эту систему и надо ее тоже чуть-чуть чистонуть хотя большого смысла я вам скажу это не имеет это все будет точно в таком же состоянии хотя пила это проработала очень сказали очень много давайте глянем какого она года выпуска шестнадцатый год вот это сколько получается 8 лет но они сказали 6 лет у них без ремонтов не знаете сколько высыпалось стружки многие удивляются типа вот покупаешь пилу хоть аккумулятор но хоть какую открываешь а в ней вот столько потом буквально после пару пилов мусора ну как бы это нормально потому что есть отверстие для охлаждения без отверстий для охлаждения у нас просто сгорит двигатель от перегрева поэтому без этого как бы никуда я вам скажу я видел пилы которые полностью забиты опилками просто запрессованы и при этом отлично еще и работали ну да ладно теперь вставляем сюда ротор чтобы он сюда встал нужно здесь натянуть тормоз ослабить с помощью вот этой вот рычага вот это вот так натянули вставили закрыли все ротор встал и ставим его на место возьмем выключатель ручку вот видите сейчас не крутится тормоз ослабляем закручиваем раз два три четыре болта да все закрутили далее у нас здесь есть масляный насос для подачи масла смазки на цепь не помню каким он винтиком закручивается по-моему обычно как и хранится все есть теперь берем шестерню и новую шестерню отсюда нужно переставить вот эту пластиковую штуку которая как раз отвечает за то чтобы вращать вращать масляный насос когда шестерня крутится вот эта шестерня передача вращает шестеренку на насосе поэтому а спереди нам нужно просто поставить подшипник подшипник у нас новый будет вот он вот этот мы сюда его напрессовываем и все а задний мы напрессуем вот этот все снимаем снял подшипник теперь нужно снять стопорное колечко пластоватый у меня подстопорное есть и спокойно вытаскиваю теперь берем новую шестерню и вставляем видите тут специальные зацепы то есть вы ее только одним способом вставить и по другому никак поставили стопорное на место и напрессовываем подшипник обратно установили и можно вставлять сейчас сюда добавим смазки и закроем верхней крышкой точнее сюда еще нужно нам вставить вот такое маленькое колечко вот видите резиновое вот здесь она надевается сюда полнили полностью смазкой зубья можно вставлять ее отсюда все равно как бы выдавит межзубьев и она распределится так как ей надо все этот узел пока оставляем в покое идем дальше сюда нам нужно установить натяжитель цепи чтобы его установить нам нужно устанавливать вот эту часть и устанавливать вот эту часть можно ее сюда лишнее забрать сюда вставить вот видите крутится и закрываем крышечкой перчатку засосало вот так закрыли можно проверить тихо все работает все катается все теперь что нам необходимо нам необходимо поставить масляный бак бак ставится вот сюда вот так да и подключить нужно масляному насосу здесь вот таким образом ставим шестерню обратно ну а теперь все соединяем две половинки смотрим что все на месте и закручиваем вот о чем я говорил все на тянется Есть. Пробуем. Всё вращается. Теперь нам нужно установить вот сюда ручку, а вот сюда стопор. И закручиваем. Теперь сюда мы ставим щётки. Раз. И два. Вот так. И закрываем это крышечкой. Есть. Всё фиксируется. Далее устанавливаем шестерню. Шестерня, видите, в каком состоянии. Она пропиленная пополам всё. Говорю, шестерня. Звёздочка. Поэтому ставим новую. Поставили и фиксируем стопорным колечком. В принципе можно попробовать включить. Звёздочка. Всё работает. Вот. И нужно, чтобы сработал масляный насос. приоткроем крышечку, чтобы воздух затягивало. Звёздочка. Всё. Вот масло пошло. Можно ставить шину, цепь. Звёздочка. Но пока этого делать рано. Так. Сейчас включу свет ещё. Масло идёт, всё отлично. У нас ещё один незавершённый момент. Я ещё заказал вот эту крышку. Пакеты наложили. Так. Ещё вот такую крышку заказал. Для чего? Потому что здесь она тоже покоцанная, здесь лопнутая. Ну, как сказать, она в плохом состоянии. Стоит она недорого. Не помню, кстати, сколько, но ерунду. Поэтому давайте её заменим. Вот это вот выкинем. Закрутили и можно крышечку поставить. на место. Всё. Пила готова. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Ну, вот и всё. Теперь не отличить. 我們 с друзьями Associate Psych3 Cu. Удачи. Ну, вот и узнаю. Прис Staatщи. Идите нам это熱. Удачи. Продолжение следует...